здравствуйте добрый день вот я из кривого рога мы вам уже звонили четыре раза мы беседовать у нас все записывается выставляется интернет вы не против нет я слушаю вас говорите я потом написала вопрос вот сейчас повторю вы сказали что каждый человек побежит к своему народу из про кисая говорит 13 глава 14 стих у нас вот в ближайшем роду несколько национальностей евреи поляки и украинцы вот и вопрос как бы какому народу бежать а если бежать то можно ли и нужно ли восстанавливать свою еврейскую как бы принадлежность именно к израилю на все не надо восстанавливать и не надо бежать речь идет о том когда погонят господь гонят в одном городе и бегите в другой нас никто не гонит сегодня россия одна из самых безопасных мест в мире такой свободы какая у нас была никогда не было ни в одном государстве свободно можно было проповедовать сейчас зажимают уже где-то но все равно можно и вот так называют межрелигиозные отношения от у нас взять город барнаул мы даже вообще ничего не знаем как против собирается каждый год вместе собирают все 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 религиозные исповедания организации и бывает даже документ подпил подписывать приходится улучшение нравственной обстановки в городе в этом нуждаемся мы нуждаются мусульмане и ту же раввин еврейский молодой приехал каменецкий очень хороший видно что она грамотный представительный такой из себя вот так вы отношения очень хорошие нет такое чтобы на друга хватали там грозили или как других местах вообще как будто одна семья живем в городе таша а куда бежать то когда здесь хорошо 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 у нас просто так интересно моя прабабушка она была еврейкой и была диакониса в православной церкви и так все удивляются этому интересному такому факту хорошо да ну диакониса это редко в какой церкви есть такое это во многих местах этот институт утерян так что это тоже очень редко и такое надо запомнить да мы хотим зимой или когда как-то поехать туда на родину в эту церковь которая вот которой она была вот следующий вопрос вот когда крещение принимали вас ну смотрели видео там женщины и девушки с распущенными волосами ну без покрытия я вот но вчера буквально читала вот ваши книги путь к истинному православию там говорилось что вообще крещение принимали без одежды да первое так и было это с этим связано ну то есть что распускает это не связано с этим потому что обстановка другая и это не в обязанность это не выходит в обряд а было так принято принято и перед ними зажженными с вещами целую неделю ходили старались усилить этот момент покаянный что бог тебе с такой отдал этого обязанность не ставится но обязательно конечно от у нас специально шьют халаты белые начале у нас было такое что платках а потом сразу стали говорить на это убрали платки в этот момент без платка так и были все раздеты эту поток уже тут после крещения наденет у нас без подка вообще не положено деревне ходить даже были не урядицы такие но переломили обстановку хорошо вот еще про знамение креста вот вы рассказывали да что она откуда это пошло что они выходили когда на арену они показывали что они верят в одного бога и как бы в кого у меня вопрос когда именно это стало частью молитвы то есть ну как бы если это было как свидетельство того в кого мы верим то как как это в молитву пришло что это именно как часть молитвы относятся перца сложения да ну вообще вот крестовое знамение на хорошо что крест это нам понятно это жертвы их на котором принесем жертву агнец божественный если к жертвеннику который освещался семь дней кто прикоснется осветиться а он был окроплен кровью и гнет то ясно дело если там осветиться а тут кровью божественного агнца то ясно дело что крест это святыня это всегда было с первого века что интересно сектанты разные там баптисты отрицали а сейчас везде везде на их молитвенных домах кресты стали ставить и прям сверху ставят кресты я за рубежом был я не говорю про католиков пролетеран кресты всегда были крест это знамение против сатаны и сатана его так боится даже вот возьмите международный красный крест международный красный крест это скорая помощь это знак сострадания и милосердия вот так мы утверждать по годам не можем об этом подробно пишет профессор скабалинович обо всех этих событиях когда молитвы были это профессор киевской академии духовной дореволюционной еще и он об этом подробно пишет у умельника федора ефимовича написано слова златоуста что первые молились пока за один перс это как бы вызов брошен был против 500 божеств которые были в римском пантеоне зато уста их было 500 по названию ни одного в действительности выдумано венеры юпитеры асклепии там разные кроносы откуда они ничего не было нет сами придумывали это мы проповедуем христа распятого почему галатом павел пишет он у вас был предначертный как бы у вас распятый то есть настолько зримо было и считается что он показывал распятие поэтому месту писания как бы у вас а как у вас если не видел надо показать никакую игровиста там руки поднято распрострешь говорит руки пойдешь распрострешь что-то это не распрострешь а поднял а распростер это по сторонам а петру бог сказал ты распрострешь руки а его распяли вниз головой распяли то же самое стоит и поэтому когда в церкви стали говорить что иисус христос не бог и нет троицы в христианстве сразу возникло что все время показать вызов брошен еретиками был и сразу была объявлена война война этому неправильному мнению не с людьми а когда стали говорю что во христе одна воля и одно естество церковь так не исповедует во христе два естества бога человек бог и человек соединенные и у нее две воли божественная человеческая тогда появилась за перста вот так вот молили изображали крест на знамени на лоб на чрево пуп где находится право и точно поперек левая и делает тогда поклон ну а как правильно ну правильно я уже объяснял самое правильное то конечно у католиков потому что на кресте божество не страдало у нас говорят троица а другие говорят бога человек а страдал человечество нераздельно а человечество крест плотской христос это из плоти был и поэтому католики говорят пять ран нанесенное было в руки в ноги и в боку и вот пятью пальцев мы показываем сверху вниз и слева направо и нас погибельных на левой стороне переведи на правую смысл у нас говорим господи то есть господь всему глава иисусе христе через чрево девы марии получил это имя сыне божий ты вознесся и села десну с правой стороны бога отца помилуй меня грешного чтобы на суде божьем не оказался с левой стороны объяснение то и другое хорошее согласуется но я не католик и как по католически не молюсь но я просто должен сказать они правее нас в этом вопросе но приемится то и другое богом потому что бог творил чудеса и двойным и тройным перстом понятно а вот тоже насчет молитвы заканчивают молитву во имя отца и сына и духа святого когда темно в молитву пришло то есть об этом только говорится о крещении то есть каких молитвах ну вообще вот молитвы заканчиваете вы заканчиваете молитву вы видите в конце молитва аминь аминь означает да будет так потому послание к коринфянам апостол павел говорит если ты будешь говорить непонятном языке а зайдет с улицы человек как он скажет аминь аминь это значит я согласен если мы молились вот умолимся и молитва аминь и кто-то не сказал ты как бы не участвуешь аминь это я поддерживаю наша молитва единодушная почему очень нас считаем ибо твое есть царство сила и слава во веки . аминь господь так научил молиться а во имя отца и сына и святого духа бывает в самом начале когда начинаешь говорить во имя отца и сына и святого духа начинаем когда что-то делать конкретно проповедь говорит человек это в начале говорится в конце но и скажешь греха никакого нет но как правило в конце во имя отца и сына и святого духа в начале говорится просто вообще как бы в описание написано что все что не попросите во имя сына то есть во имя иисуса христа а почему ну тогда идет как бы во имя и отца и духа я говорю то что сейчас вот говорю допустим у меня тема какая-то я говорю во имя отца и сына и святого духа это троицы нераздельно мы не разделяем а просите во имя вот то есть ради жертвы христа тут надо до конца договаривать крестить во имя отца и сына и святого духа три погружения но это крещение во имя господа иисуса христа поверь в господа иисуса христа а другие то они не стали во имя отца и сына и святого духа во имя отца и сына и святого духа это слова которые произносятся но крещение во имя господа иисуса христа тогда все на месте тогда противоречия нету а некоторые не стали отца и сына и святого духа они троицу отрицают на дальше уже они стали говорить такое что совершенно несовместима со здравым смыслом. Не стали произносить. А во имя Господа образовали отдельная секта, называется именники. Я там встречался с ними. Они ничего не слышат и не видят. Я говорю, а как во имя Отца и Сына и Святого Духа? Не знаю. У нас все на месте. Слова, которые произносят, это вот то, что сказал Господь. Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но крестимся по вере в Господа Иисуса Христа. Я ему говорю, что препятствует креститься? Он говорит, если не веришь, он верует. Во что веру? Он не сказал в Троицу, в Господа, что Он есть Мессия, пришедший на землю, рожденный Девой Марией и умерший за мои грехи. Вот это вера, которая заканчивает мои искания. Я уже теперь полностью знаю. За меня умер Христос. Теперь только надо возрастать, принять крещение, жить в Духе Святом. Слышать голос Божий. Хорошо. И вот еще один вопрос. Там же у вас в книге, вот этой «К истинному православию» была цитата о том, что должны исполнять воскресенье и в субботу работать. И написано, кто иудействует, тот под анафемой от Христа. Видите, в начале, в первом веке отмечали христиане субботу и воскресенье. В церкви это сохранилось. В субботу и воскресенье, у нас главное это воскресенье, и суббота идет на равных. Даже во время Великого Поста разрешается растительное масло. Это пост уже нарушенный. Неполный пост. И в пятницу вечером, в пятницу, уже земные поклоны не делаем. Потому что по-еврейски в 6 часов вечера начинается новый день. В субботе. Чтя субботу ветхозаветнюю, а себе творю все новое. А почему суббота? Бог почил отдел своих в седьмой день. А здесь творит все новое. И Он почил в первый день недели. Почему? В пятницу распятый, в третий день воскрес. И поэтому в данном вопросе, уже воскресенье вечером, начинается понедельник. Может земные поклоны. Два дня поклоны земные не делаются. Ну там есть три молитвы, которые по уставу положены. У церкви щинность, порядок установленный. И дается объяснение. Ветхий завет, как говорят в заповеди, нам суббота не нужна. Это ветхозавет не так. Господь пришел не нарушить и исполнить. Теперь надо увидеть, что означало суббота. Суббота означало покой. Шаббат. Покой, а отдел Божий. Бог сотворил мир. Но на что она указывала? В Ветхий завет все было, говорит, тенью будущих благ. Тень. Только тень, не тело. Тело во Христе, Павел говорит, тело. Реальность. А где эта реальность? Ну, ягненок не может мои грехи взять-то. Хотя в оставлении жертву приносили. Но он указывал, что придет Агнис, ягненком названный, Евангелие от Яна 1.29. И он возьмет грехи мира на себя. Вот. Все, что в Ветхом Завете было, оно образно показывало на новозаветнее. Ягненок указывал на Христа. Жертвенник, на котором заколали ягненка, указывал на крест. Христос на кресте заколот был, распятый. Суббота указывал на воскресенье. Суббота. Мы нашли покой во Христе. А суббота, она указывала только на творение внешнего человека. А Писание говорит, творю все новое. Нового человека Бог сотворил. Кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Это новый человек сотворяется. И поэтому Христос в пятницу, в субботу, воскресенье, воскрес, был в преисподних местах. И труд его закончится только в воскресенье. Почему мы отмечаем его? Вот так. А с анафемой что делать? Что именно? Ну вот она, ну как бы написано так, просто так резко написано, что кто будет в субботу как бы соблюдать анафема. Анафема. А где это вы прочитали? Вот это у вас, я сейчас, минутку, я сейчас вам скажу. Кто это? Можешь поработать? Давай. Вот это, вот цитирую, это у вас в книге. Цитата. Не подобает христианам иудействовать и в субботу праздновать, но работать им в сей день. А день воскресный подобает преимущественно праздновать, если могут, как христианам. Если же обнаружатся иудействующие, да будут анафемы от Христа. Ну вот об этом и говорится. Иудействовать не просто суббота, а с иудеями вместе. Как они понимают, как они отмечают. День субботний выделяется. И поэтому, как иудеи, мы его не празднуем. Работаем. Речь идет о поклонах и о богослужении. И о пище. Все. Больше мы субботе никакого предпочтения не отдаем. Работаем, так есть, баню топим, отдыхаем в субботу. Или работаем. А в воскресенье у нас ничего не положено делать. Только посещать больных, ходить на богослужения, заниматься Словом Божьим. Но мы живем в деревне, разрешается пойти грибы собирать или порыбачить, или ягоды собрать. Все. Ну то есть это вместо отдыха. Мы не понимаем, что шаги, стадии мерить нельзя. Субботний путь никогда в церкви это уже не было. Мы можем в воскресенье пройти большие километры в соседнее село, чтобы там благовествовать, раздавать Евангелие. Вот так. Я поняла. Вот в Израиле у них воскресенье уже первый день рабочий. Ну то есть именно как государство. И там богослужение проходит тоже в субботу. А в воскресенье и люди, которые православные, они тоже как бы работают. Им приходится работать, потому что это рабочий день. И они делают служение в субботу. Ну ответьте как. Если человек старается, я их не знаю, там не был, но можно как-то. Ты же не в тюрьме находишься. Ты найди такую работу, чтобы в воскресенье работать. Вот у меня брат в армии был. У них там был адвентист седьмого дня. Они субботу исполняют. Его не могли заставить никак. Его посадят шесть дней. И он сидит в карцере. Там плохо кормят. Там все плохо. Выпускают его в пятницу. А завтра на работу. Он говорит, суббота завтра. Вы мне дайте другой день. Я в две смены буду работать. Ну глупая власть-то. Он такой молодой парень, добросовестный. Он бы сколько наработал-то. А его сажают. Он всю службу просидел на губтвахте. И они не пойдут на это. Вот у нас знакомый один, он сторожем работал. Ему сказали, у нас в субботу нельзя работать. Они буквально понимают. Он тогда заряжал печку. Печь там дежурит, где холодно. В пятницу. А в субботу только поджигал. И братья пришли, посоветовались и решили, что в субботу поджигать нельзя. Но это уже далеко. У нас так мы не соблюдаем. Мы и плитку включаем. Я в Израиле считал один какой-то ресторан. Не подчинился этому. И в субботу у них разогревали пищу. Ему объявили бойкот. Он буквально разорился, ресторан этот. В Израиле. Ну и приезжают, когда туристы. Я сейчас не знаю. Я считал еще во время советской власти. Туристы. Ну и женщины там без платков. Американские. Да каждый ребенок, который ребятишки играют, хватали камни и били машину. И они перестали ездить. Вот приходят полураздетое там в Дубаи. Там мусульмане. Ну люди стали жаловаться. Ходят, заходят в магазин. И все отменили. Штраф теперь. То есть бороться за эти права надо. Вот у меня знакомый был. Он герой веры. Он был за веру приговорен к расстрелу. Потом заменили. Ему 25 лет дали. И в тюрьме. Воскресный день праздник среди недели. Он знал когда. Он не идет работать. Но бригадиру заранее говорил. Я завтра не выхожу на работу. А завтра, на следующий день. Я в две смены выйду. Ну начальник его вызвал. Давай стращать. А он мастер незаменимый был. Там на станках, на разных. Фрезеровщик, токарь. Ты вот. Тебя посадили. А ты тут на хлебником. Он мне говорит. Гражданин начальник. Это я на хлебник. Это вы паразиты сидите. Ничего не делаете. Штаны протираете только. Ой. Как с ним разговаривать нельзя. Что разговаривать то? У меня выработка все время почти 200 с лишним процентов. Я вас обрабатываю. А не вы меня. И посадили ты меня ни за что. А потом уж реабилитируют. Ну то есть я разговариваю с человеком, с которым близко был знаком. Его не могли заставить в тюрьме. Они могли заставить в тюрьме. Да. Бороду брить нельзя. У нас борода не брит. Ну и вот тут когда уже суд вышел. Теперь они его повели в баню. И надо брить. И он говорит. Я не буду. Но они его там повалили. Диваном задавили. Диваном. Под диваном его сидят. Но он не может. А туда руку засунули. Давай ему там машинкой-то бороду рвать. Ну от меня это не зависит. Вот над слугами Давида тоже издевались. Полбороды побрили. Но он их не пустил в Иерусалим. Пока не отрастут бороды. Так что насилие сделают. Вот беды никакой нет. Вот как агния была. Ее раздели перед всем народом-то. А Бог сделал так, что у нее волосы выросли сразу же тут же. И закрыли ее. Другую там на растерзание отдали воинам. Чтобы они насиловали ее. Она говорит. Я награду получу от Бога. Вы над телом можете что угодно делать. Голову отрезать там. Какая раз. Согласна вытклить или еще что-то. Я от Бога получу награду за это. Так что этого, когда будешь в тюрьме, за слово Божие взятое, бояться не надо. А они там, солдаты, будут насиловать тебя. Это никакого значения. Это храм. А душа там внутри. И они ничего не могли с ней сделать. Так что тут надо благоразумно. Да, надо беречься. Надо сохранять себя. Но арестовали. И что попало делают там. Тут ты уже ничего не сделаешь. Богу надо было. Вот одну стали. И вдруг Лев появился и зашел туда. И первый зашел, который насиловать, он сразу разорвал его. И ей пришлось вместо стальвом выйти. И никто не тронул. Вот так. Так что примеров у нас много в житиях святых. Интересно. Хорошо. Спасибо большое. Что, все у вас? Да. Я вообще не планировала звонить. Ну, это по слову Божию я вам говорю. Вы в каком городе живете-то? В Кривом Рогу. В Роге. Где? В Кривом Роге. Украина, Кривой Рог. А, Кривой Рог. Я сейчас не знаю, были мы там или нет. Наверное, нет. У нас Никита с Украины. А вы украинский-то знаете? Да, да. Никита? Ну-ка иди вот с девицей, поговори-ка маленько. Я тебе скажу что-нибудь. А ты переводи ей так. У вас хлеб свободно продается в магазинах? Да. Нет, подожди, он переводить будет. Я не знаю. Это можно, это и так понятно по-украине. Это то же самое. У вас хлеб вильно продается в магазинах? То есть, как еще можно сказать? Сказайте. Так, у вас транспорт дорого стоит ездить на машине, автобусе? Сейчас пока колеблется. Вот буквально на днях должны поднять. Я хотел Никита, чтобы тебе показал, какой похвалиться им хотел. Так, дорого. Хорошо знает язык свой. Дорого, дорого. Ну вот. А у вас есть такие там кто-нибудь знакомый, кто переплетом занимается? Переводи. Это понятно все. Только и место, и ставить переплитом занимается кто-то из наемок ваших? Вот, я хотел показать у меня дневник. Обыкновенная бумага, вот эта, ну бумага в клеточку. Я ее так вдвое перегибаю и сам переплетаю. Я переплетчик. Видите, какая она книга, как открывается с фальчиком. Похвалиться. Если переплетчик есть, я мог бы подсказать им. Видишь, как выйдется. А еще скажи, что Криворог это самая длинная улица, которая во всем мире там находится. Сколько там, 200 километров она или сколько длится? Что улица? Самая длинная улица из городов и по всему земному шару Кривом Роге. Да как она? Заворачивается и обратно идет? Прямо вот через весь город идет улица. Ну как 200 километров может идти? Ну так и идет. Да по ней неправда. Неправда. Можно в Википедии потом зайти посмотреть, увидите. Ну я не знаю, у нас тут два села подстеплено до 12 километров. По новой. Ну так город, промышленный там город, там металлургия. До 200 километров даже меньше, это больше, чем Москва. Москва-то на 200 километров не идет. Ну посмотрим, но я не знаю. Это еще такая ошибка, обманывают нас, наверное. Ну ладно, благодарю. Угу. Все с Богом. Ну все с Богом. Отвечайте нас. Вас просто и будут собирать. Вот упала. Вот так. Вот упала. Упала. Ага. Умная девица. Так вот видишь, я...